Всем привет! Каждый из нас на своей кухне хочет иметь не кучу разных гаджетов, а универсальный прибор для приготовления различных блюд. И мы с радостью представляем вам этот прибор. Планетарный миксер Ромит Лакшери. И сегодня с его помощью мы продемонстрируем вам 5 различных рецептов. Поехали! Так, минутку. У меня для вас хорошие новости. Сегодня 7 июня, и что же это значит? Правильно! Вам везет! Ведь мы объявляем розыгрыш кухонной машины от Ромит. А что же будет через месяц? То есть 7 числа 7 месяца. Капитальное везение! Ведь в честь 7 годовщины компании Ромит мы устраиваем грандиозный розыгрыш. Объявляем гифмарафон открытым! Первый розыгрыш стартует уже сейчас, а следующий будет через неделю. Участвуйте и пусть удача будет на вашей стороне. Подробности читайте в описании. Приятного просмотра! Смешиваем в блендере по 100 грамм овсяных хлопьев и орехов. Устанавливаем миксер, чтобы стрелочки на чаше и корпусе совпали, и перемалываем ингредиенты в муку. Можно муку делать не очень мелкой, либо хорошо измельчить. На ваш вкус. Далее загружаем в миксер 250 грамм бананов, 200 миллилитров миндального молока и 50 миллилитров масла. Взбиваем до однородности. Теперь загружаем в чашу миксера 200 грамм пшеничной муки, нашу овсяную муку, чайную ложку соды, 70 грамм сахарной пудры и банановую массу. Выставляем миксер на среднюю скорость и замешиваем тесто. Оно должно получиться вязким. После того, как тесто дошло до нужной консистенции, добавляем 200 грамм черники или любой другой вашей любимой ягоды. Смешиваем. Тесто приобретает очень красивый черничный цвет. Готово. Легким движением руки снимаем венчик и раскладываем маффины по формам. Ставим маффины на поддон и загружаем их в айрофритюр. Выставляем температуру 160 и время 15 минут. Когда они растолстели и загорели, их можно вытаскивать. Маффины у нас готовые. Ну а какие же маффины без топпинга? Поэтому предлагаю приготовить к ним черничную помадку. В помадке должно быть как можно меньше пузырьков, так что ее мы сделаем с помощью пластичной лопатки. Для этого берем 100 грамм сахарной пудры, 3 столовых ложки воды от черники и 50 грамм кокосового масла. Устанавливаем миксер на низкую скорость и температуру 50 градусов, чтобы масло растаяло. Да, у миксера есть функция подогрева. То есть вы сможете легко и быстро растопить масло или шоколад прямо в чаше, без лишних кастрюлек и водяной бани. Смотрите, миксер сам все делает. После того, как масса стала однородной, увеличиваем скорость и добавляем еще 3 ложки сахарной пудры. Помадка готова. Можно окунать в нее наши маффины. Украшаем лавандой. Получились прекрасные чернично-лавандовые маффины. Далее приготовим азиатский салат с фунчозой. Берем пару мотков фунчозы и заливаем их кипятком на 5 минут. Пока лапша набухает, устанавливаем на корпус кухонный комбайн. Берем насадку для нарезки соломкой и ставим лезвием вверх. Фиксируем крышку комбайна. Нарезаем морковь, огурец и болгарский перец. Смешиваем нарезку с лапшой. Заправляем соевым соусом и маслом. Аккуратно все перемешиваем. Салат с фунчозой готов и всего за 5 минут. Далее приготовим вегетарианские котлеты. Для этого устанавливаем на корпус мясорубку. Надеваем загрузочный поддон. Вместо емкости, куда все нарезается, можно использовать саму чашу миксера. Загружаем в мясорубку 250 грамм моркови. И банку фасоли, но без соуса, иначе масса получится жидкой. В получившуюся массу добавляем 3-4 столовых ложки пшеничной муки, соль и перец. Замешиваем тесто. Далее формируем котлеты и выкладываем их на противень. Загружаем в аэрофритюр. Выпекать будем 15 минут при температуре 160 градусов. После чего переворачиваем котлеты и готовим еще 15 минут. Вот такие морковно-фасолевые котлеты у нас получились. Далее приготовим нежнейший десерт Анна Павлова. Для этого берем гороховую воду, достаточно из одной банки. И начинаем взбивать ее на высокой скорости. Когда она побереет и поднимется, начинаем добавлять сахарную пудру по одной ложке каждые 30 секунд. У нас ушло около 200 грамм. Продолжаем замешивать, пока масса для меренги не станет устойчивой. Теперь, пока она не опала, наполняем ей кондитерский мешок. Застилаем противень пергаментом и начинаем отсаживать меренгу, формируя из нее корзинки. Если вы хорошо взбили меренгу, то бортики будут устойчивыми. Отправляем наши корзинки в дегидратор. Сушить будем при температуре 70 градусов, около 6 часов. Вот такие прекрасные корзинки у нас получились. Далее нам нужно растопить белый шоколад. И снова нам поможет функция подогрева чаши у миксера. Для этого просто берем одну плитку шоколада, загружаем в чашу, устанавливаем температуру 50 градусов и среднюю скорость. Гораздо проще и быстрее водяной бане, которой все обычно пользуются. Делаем в корзинках прослойку из шоколада. Это нужно для того, чтобы безе потом не растаяло от начинки. Отправляем корзинки в холодильник для застывания шоколада. В это время приготовим саму начинку. Для этого в миксере взбиваем 100 грамм сахарной пудры и 250 грамм охлажденных растительных сливок. Добиваемся загустения. Далее сливки загружаем в кондитерский мешок и заполняем наши корзинки. Вам остается только украсить пирожное ягодами и мятой. Анна Павлова готова. Вот так, с помощью различных функций одной машины, мы приготовили несколько разных блюд, которыми вы сможете разнообразить свой рацион или удивить гостей и близких. Идите в ногу со временем, питайтесь правильно и вкусно и готовьте вместе с нами. А также лайк, подписка, колокольчик, вы все знаете. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok